МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы. Сеть магазинов. Автомаркет номер один. На перекрестке 50 лет октября Красноармейская столкнулись две Тойоты. Креста ехала прямо по улице 50-летия октября. Навстречу ехала машина-такси Тойота Функарга. Рулевой общественного транспорта решил повернуть, но не пропустил кресту. Водитель которой, заметив надвигающуюся угрозу, пытался уйти от столкновения, сбавив скорость и сигналя. Но результатов это не дало. В итоге столкновение. Виновника аварии увезли с травмами. У машин повреждения средней и критической тяжести. Еще одно ДТП произошло около ОМГУ. Ниссан АД ехал по Игнатьевскому шоссе в сторону Василенко. Из территории университета выезжала Тойота Чайзер, водитель которой не пропустил второй автомобиль. В результате столкновения пострадали 31-летний водитель и 26-летний пассажир Ниссана АД. ДТП с участием двух автомобилей Тойоты Надя и отечественного газа произошло сегодня по Театральной в районе ВДНХ. По информации службы аварийных комиссаров Автоэкспресс, автомобиль ГАЗ двигался по улице Театральная, соблюдая правила дорожного движения, пока не почувствовал толчок в заднюю часть автомобиля. В грузовик въехала иномарка. В результате столкновения у Тойота Надя критические повреждения, у ГАЗа оторван брызговик. На загородный водитель Тойота Спринтер Труэна, двигаясь в сторону Северной, решил повернуть налево, но не пропустил автомобиль Ниссан Тиидо Латио. Из-за отсутствия в обоих автостраховки, а также незначительных повреждений, водители решили все уладить самостоятельно, не вызывая сотрудников ДПС. На Калининском кольце Ниссан Кашкай двигался по Новотроицкому шоссе. За ним ехала Тойота Альфард. Заезжая на кольцо, водитель Ниссана притормозил, а рулевой Тойоты, не рассчитав безопасной дистанции, въехал в Кашкай. У обоих авто незначительное повреждение. Перекресток Ленина Театральный. Автомобиль Ниссан Блюберт ехал по Театральной в сторону Фрунзе, по средней полосе, предназначенной для проезда прямо. По левую сторону от него ехала Тойота Тундра, по полосе, предназначенной только для поворота налево. Однако рулевой Тундры правилом решил пренебречь, за что поплатился царапиной вдоль всего правого бока своего дорогостоящего судна на колесах. У Ниссан Блюберт пострадало только зеркало заднего вида. На Ленина Комсомольской столкнулись Тойоты Ист и Функарго. Девушка на Исте, двигаясь по Комсомольске, решила развернуться, но не пропустила Тойоту Функарго, вывернувшую с Ленина. В результате у авто виновника помята правая передняя дверь и порог. Функарго смяло бампер. Аналогичное ДТП и на Калинино-Пролетарской. Тут прямо ехал Кариб, а налево поворачивал 44-й автобус с пассажирами. Автобус не пропустил иномарку. В результате сам автобус виновника аварии почти не пострадал, а вот Тойоте досталось неслабо. У универсала критические повреждения. Люди в аварии не пострадали. Еще одна авария по тому же сценарию, но уже на перекрестке театральная конная. Тойота Корона двигалась по театральной в сторону конной. На перекрестке решил проехать прямо, на зеленый сигнал светофора. Дорогу преградил Марк 2, решивший повернуть налево. У обоих авто среднее повреждение. В свободном машина такси врезалась в автобусную остановку. ДТП произошло в северном микрорайоне за поворотом на федеральную трассу. Находившиеся в машине люди скрылись с места аварии. Свободницы сообщают, что автомобиль был угнан, а водителя нашли с ножевыми ранениями. Ситуация напоминает недавний случай с белогорским таксистом, которому пьяные пассажиры перерезали горло и угнали авто. Однако в полицию информацию по этому поводу не комментируют. Программа создана при содействии службы аварийных комиссаров «Автоэкспресс». Только качественные товары для ваших авто в сети магазинов «Автомаркет номер один». Аккумуляторы, масла, автозапчасти, аксессуары и многое другое. «Автомаркет номер один». Мы работаем напрямую с производителями. Улица Кольцевая, 67. Второй этаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok